Памятная дата была установлена в 1998 году в честь возвращения на историческую родину адыгских соотечественников. В канун празднования этого события наша съемочная группа встретилась с замечательной семьей Ямыковых, проживающих на территории Кашхабрского сельского поселения. Супруги Саад Ямыков и Лейла Зашах вместе с детьми приехали из Иордании в 2016 году. Прожив полгода в столице республики Адыгея, они решили переехать в Ауко, в Шахабр, место, где жили предки Саада. Мы здесь приехали в 2016, это первый раз было. У мужа есть родственники здесь, он Ямык, здесь Ямыков есть. Они давно знают это Ямыков, они были в Иордане, знакомцы, и так. Потом он уже пенсия у него, давно он хочет здесь, в Адыгея жить. Потом, когда четыре дети, они еще маленькие, говорили, все, пойдем. Да, да. И приехали. А там какая жизнь у вас была? Там все спокойно было? Да, да, Аман, Ньордан, там все спокойно, все хорошо. Родители там, все смерть, да. То есть ваша семья только сюда переехала, да? Да, да. Ваш муж хотел здесь жить? Да, да. И он, когда он был, хочет здесь, я говорю, я буду смотреть, потому что я ничего не знаю здесь, язык нет, ничего нет. Потом приехали, была зима, температура была 20 минус, очень холодно было. Вы не привыкли, да? Да, нет, у нас такой нету. И потом было хорошо, мы в Майкоп, потом в Ушхабин гуляем, когда с ней только было хорошо, красиво было. Вот люди здесь, как вас встретили? Там соседи, родственники? Родственники, это у Майкоп, они очень хорошо встречали, мы были у них, познакомцы, и дети там были, очень хорошо, и они очень хорошо помогали в документе, языке, как учить. Когда мы купили этот дом, они тоже помогали искать, какой дом хороший. Супруги сумели обустроить свой быт. Со временем они привыкли к местному укладу жизни, подружились с соседями. Дети с удовольствием ходят в школу, учатся разговаривать со своими сверстниками на адыгском языке. И нужно отметить, у них это получается на отлично. Дети, у меня Санат, четыре дети у меня. Санат, он уже в колледже, повар, учить. А второй, это Сара, она восьмой класс, потом Шамиль, он в шестой класс, и Сатане четвертый класс. Они все хорошо в школе, уже привыкли язык, все нормально. Чуть-чуть адекистский было сложно мне. На тренировки хожу, например, а дзиду. Я в Майкоп сейчас учусь, в Ханске. Ну, на повар учился, я здесь хотел учиться, на повар. Мне это нравится, профессия. Да, друзья сейчас много есть, хорошие друзья есть. Все, нам хорошо там еще, когда пришли здесь в первый раз, было очень интересно. Сейчас тоже красиво. Сама Лео пытается найти себя в преподавании арабского языка местным детям. Я уже пять дней, у меня два мальчика и девочка, они... А, то есть вы уже этим занимаетесь? Да, да, они новые уже. Это давно было хочу, только язык это проблема. Когда нет языка, как? Сейчас уже нормально, как разговаривают у детей, это можно сейчас. Пообщавшись с этой семьей, складывается впечатление, что супруги очень гостеприимны и тружелюбны. В их семье царит любовь и взаимопонимание. Лейла признается, что адаптация на новом месте проходила нелегко. Но сейчас, оставив позади этот трудный жизненный период, они смело могут сказать, что счастливы. Вы довольны своей сегодняшней жизнью? Не жалеете, что приехали сюда? Конечно, чуть-чуть трудно. Потому что первый-второй год это очень трудно. Потому что язык нет ни адыгейский, ни русский, очень было трудно. И чуть-чуть интересно было. Ну, чуть-чуть уже хорошо. У меня сосед хороший, обувь очень хороший для жизни. В преддверии Дня репатрианта Читай и Мыковых желают всем своим соотечественникам найти возможность вернуться на свою родную землю, жить в мире и согласии. Здоровья, хорошо жить, дети, хорошо учимся, и солнце, хорошо учимся. Чтобы они вернулись сюда, в Россию, в Европе. Волан? Волан.